Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам! Начну, наверное, с самой шокирующей обсуждаемой новости за последнее время. Помимо того, как колбасит нашу экономику, она прямиком из оплоты демократии и свободной продажи оружия из Америки. Во время прямого эфира регионального телеканала в США мужчина застрелил репортера и оператора. Они были его бывшими сослуживцами, он тоже когда-то работал на этом канале. Я не буду по понятным причинам вставлять сюда фрагмент самого видео, если хотите, найдете его сами в интернете. Но мало того, что это было в прямом эфире телевидения, так мужик с пистолетом сам снимал это на телефон, чтобы потом загрузить в интернет, пока он сбегает от полиции, меняя машины ворованные. При этом ведя трансляцию в Твиттер. Это такое мракобесие, которое реально невозможно было раньше представить, потому что задействованы современные технологии. Дальше нас что ждет? Убийство во время трансляции через Твич или через Перископ? Мне остается лишь выразить печаль по поводу того, что этим людям не посчастливилось на своем жизненном пути встретить такого неуравновешенного человека и что у него к тому же был доступ к оружию. Пам-пам. На свободу вышла обвиняемая по самому громкому антикоррупционному делу в Российской Федерации за последнее время Евгения Васильева. Женщина проходила по так называемому делу оборонсервиса и напомню вам, что ее обвиняли в том, что она нанесла вред государству в 3 миллиарда рублей. Ее приговорили к 5 годам колонии. Но при этом половину своего срока она провела во время следствия под домашним арестом в элитной квартире в Москве. Но когда приговор вроде как вступил в силу, ее все-таки увезли в колонию. Вроде как, потому что ее там на самом деле никто особо не видел. Но это и не важно. Буквально спустя несколько дней, как ее пытались найти хотя бы в какой-нибудь колонии, вообще где она потерялась, оказалось, что ее собираются выпустить по условно-досрочному. Условно-досрочное освобождение это то, что применяют к тем заключенным, которые продемонстрировали положительные изменения в своем поведении. Они доказали, что они реально исправляются. Они заслужили какой-то авторитет в колонии. Они занимались культурной деятельностью. И очевидно Евгения Васильева все это продемонстрировала в колонии. Только очень быстро. Мы же не будем с вами предполагать, что ее освободили, потому что она была богатая, кого-то купила, или у нее были связи. Она просто была хорошим заключенным. Нанес государству вред в 3 миллиарда рублей. Выходи досрочно. Знаете, если она даже была в колонии, на самом деле, я уверен, это был такой короткий промежуток времени, что она могла просто задержать дыхание и не вдыхать тюремный воздух. Все, я на свободе. Пам-пам. И Тью представил свой дочерний проект Gaming. Это, скажем так, целая среда, посвященная только видеоиграм. Сначала все думали, что это просто ответ Твичу, который занял практически всю нишу онлайн-трансляций видеоигр, которая очень быстро растет в последние годы. Типа очень быстрее, чем падает российская экономика. Но в итоге оказалось, что Google решили несколько шире взглянуть на вопрос, потому что это, если вы сейчас зайдете на сайт YouTube Gaming, вы увидите, что это YouTube, на который просто наложили игровой фильтр. То есть все остальное отсеялось. Помимо трансляций, там уже записанные летсплеи, прохождения, советы, скетчи по играм. Вообще, штуки связанные с видеоиграми. Интересно, будет такой же для бьюти-блогеров? Понятно, что рекламный ролик YouTube Gaming не реалистичный совершенно, потому что никто никогда не пишет таких милых комментариев, обычно что-нибудь про мамку, но все равно приятно, что так сильно выросли игры, что их приходится выделять в отдельную категорию от YouTube. На Западе, допустим, Твич уже давно стал стандартной штукой для блогеров, помимо Инстаграма и Твиттера. То есть, если ты играешь в видеоигры, то ты можешь их и транслировать. Почему и нет? Я вот тоже думаю, что прикольно было бы иногда собираться с друзьями, играть, допустим, в Mortal Kombat и стримить это. Потому что, ну знаете, на потеху своей геймерской душе. Это только у нас в России половина интернета с пены у рта пытается доказать, что летсплей и трансляция это только для маленьких детей. Ребят, если вам YouTube предлагает в рекомендациях посмотреть видео для самых-самых маленьких, это скорее ваши проблемы, потому что вы что-то такое смотрите. Правда, поищите причину в себе. Пам-пам. Спешу похвастаться, что недавно мне удалось засветиться в одном крутом видео. Я снялся в музыкальном клипе группы Banana Bomb, где солирует самый известный в мире рыжий латыш. Если внимательно посмотреть этот клип на большом экране в замедленном режиме, то даже можно меня увидеть там. Кстати, этот клип поддерживает большую масштабную компанию U-Mart, приуроченную к выходу новой версии операционной системы Windows, Windows 10. Вы, кстати, тоже можете принять участие в конкурсе. Все, что нужно сделать, это дать 10. Это как дать 5, только двумя руками. Как я в клипе делаю. Фотографию и видео, где вы, собственно, даете 10, нужно выложить в Инстаграм с хэштегом «Дай 10», чтобы вы могли найти. И тот, кому повезет выиграть в конкурсе, сможет отправиться прямо в Лас-Вегас, посмотреть на Гранд Каньон, посадить все деньги в казино. Ссылка на полную версию клипа Banana Bomb и на условия конкурса есть в описании. Пам-пам. Новость чисто питерская. Вчера эвакуировали 8 торговых центров по анонимному звонку о заложенной бомбе. Если вы живете в другом городе, то, возможно, не слышали о том, что здесь такое происходит. И, скажем так, достаточно регулярно в течение нескольких месяцев в последних. В основном минируют галерею, торговый комплекс в самом центре города, иногда даже по два раза за день. Вроде как телефонный террорист требует 150 тысяч долларов, и тогда они отстанут. А если им не дадут денег, то они будут продолжать мучить и торговые центры, и посетителей, и городские службы. За этим как бы забавно наблюдать со стороны, потому что все понимают, что никакой бомбы там нет на самом деле, нет угроз для жизни. Ну и кто сможет заминировать торговый центр два раза за день? Но с каждой эвакуацией я все сильнее задаюсь вопросом, а почему их до сих пор не поймали те, кто звонит по телефону? То есть выходит, что наши службы правопорядка не просто один анонимный звонок отследить не могут, а их же десятки были. И ничего. Есть информация, что это какая-то украинская преступная группировка, но знаете, в последнее время как-то очень удобно все на украинца сваливать. Музлорики из другого государства. Мы ничего не можем там сделать. Что-то с Крымом вам это не помешало. А если бы это реальные террористы звонили, с реальными угрозами, их бы тоже не могли поймать, потому что анонимный звонок. Они каждый раз звонят с разного телефона, что мы можем сделать? Запретим телефоны. Но почему-то не это всех волнует, а то, что мешают шопиться. С другой стороны, торговые центры научились очень быстро и грамотно эвакуировать людей. Как утренняя зарядка теперь. Пам-пам. Это все новости на сегодня. По хорошей традиции рекомендую вам подписаться на паблик-чат в Вайбере, братва Усачева, где мы с другими блогерами обсуждаем всякие внутряки и подсираем друг друга. А потом в реальной жизни извиняемся, очень чистосердечно говорим, ну ты же понимаешь, что это публично была игра, мы такие, я пошутил, я это не имел в виду, я же стендапер. С вами был Руслан Усачев, спасибо, что смотрели, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на мой канал, пока. Наверное, единственное, что я теперь могу, раз в 18 плюс стоит ограничение, я могу показать в этом ролике, ну, пару аппетитных сочных дынек. Если вы понимаете, о чем я.